Друзья, добрый вечер. Я жарю рыбу. Уже ее перевернула. Два раза переворачу. Сейчас поставлю под крышечку ее. Пусть потомится. Смотно не буду закрывать. Здесь у меня помидорчик и огурец. Сделаю, может быть, салат с маслом. Нет у меня сметаны, с майонезом не хочу. Либо так просто порежу. Буду ужинать с гордым одиночеством. Вот и готово. Я буду ужинать. Просто порезала огурцы с помидорами и вместе с рыбкой. На улице мрачно. Идет дождь. На улице идет дождь. Небо мрачное. Поужинаю. Выпью чаю зеленого. Посмотрим, что будем делать дальше. Вот набирается вода в бочку. В пластиковой бочке у меня уже там полно воды. Баня полная. И отключили у нас свет. Вот так. Отключили свет. Ну ладно. У меня зарядка полная. И повербанк полный. Так-то, конечно бы, не хотелось бы столько дождя. Я только выкачала из железного люка воду, чтобы набиралась она вот туда. Ну вот там насос. Я протянула шланг в канаву за баню. Вот вода выкачивается. Ну выкачивалась. Почти все выкачала. Потом дождь начался, и я выключила электричество. Такое чувство, знаете, как будто вот вода сразу ушла. Ну вот опять сколько воды, видите. Все в воде. Все заливает. Соседка там тоже говорит, ну что там по интернету-то говорят. Я говорю, ну вот в ближайшие два часа дождя не ожидается. И действительно через два часа начался дождь. То он такой мелкий, как осенью моросящий, то вот покрупнее. Классно было, когда вообще он лил так, и вообще тут набиралась вода. У меня в бане там и в тазах, и вот в такой же белой бочечке, только она побольше. Синяя бочка и бак под печку полный. Синяя бочка полная. В общем, плещить не хочу. Вот так вот. Не знаю. Сегодня уже поздно баню-то топить. Как бы я поплескалась бы. Здесь, если нет здесь воды, то на реке-то есть точно вода. Вон там. А я пойду на второй этаж сейчас видео загружать, если свет не включат. Ну а что делать? Ой-ой-ой, как все заливает-то. Ну, конечно, вода уйдет потом быстро, но в грядках ничего не сделаешь. Люди сидят дома. А еще и свет отключили. Даже телевизор людям не посмотреть. Такие пироги. Пойду почитаю что-нибудь. Там у меня книжки есть. Пойду почитаю. А так вроде бы тепло. Ну, 15 градусов. В общем-то. 15 градусов. Кота Рыжего не видать тут прошел. Вчера так спокойно мимо участка прошелся. Он больше не приходит. У меня есть водоэмульсионная окраска. И я сейчас покрашу печь. Потому что снова здесь белила. Сейчас окраску разводить не буду. Это я разводила, когда белила полностью печку. Поэтому сейчас уже разводить не буду. Но я чувствую, как только я прокрашу, так обязательно опять что-нибудь посыпется. Так и буду красить все время. Надоело уже. Все как-то не досуг. Все как-то не досуг. Заняться печкой. Так. Свету не дали. Я затопила печь. Надо немножечко просушить. Избу. Поэтому здесь как раз все подсохнет. Некрасиво смотрится. Ну так-то вроде не отпадает. Здесь, правда, немножечко, наверное, толсто сделала, так отпала. Устала уже с этой печкой. Вечно делаю ее, делаю ее, залепляю. Состав не тот, который надо. Сейчас она у меня будет сразу подсыхать. Будет становиться беленькая. Так уж такая судьба печей. Вишник надо подмазывать. Она еще, видите, у нас вот штукатурена так неровненько. Ну, нам нравится. Напомните, вот кто со мной давно, да, на канале, видели, какая она была сначала, печечка. Ее Влад не красил. Ему нравилось. Естественное. Все, и окна естественные, такие деревянные. Мы их тоже выкрасили. Ой, Коля же у меня еще хочет, знаете, чего окно. Ну, в бане маленькая, говорит, выставлю окошко, и тоже надо будет его покрасить, потому что темнеет все дерево-то. Там уж такое стекло интересное вставлено. Какое-то волнистое, непросвечивающее. Ну, есть свет-то от него. Да, днем они же, мылистый, свету не было у них там. Так. Когда же свет-то дадут, а? Елки зеленые. Как-то неохота без интернета-то сидеть. Ладно, видео грузите так-то. Тоже ведь посмотреть, что-то хочется. Телевизор, например. Свету нет? Нашла себе дело, да? Надо мне вот еще ведро такой краски, эмульсионки, купить и начинать красить потолки. Потолки здесь один раз, наверное, все-таки покрашены. Причем именно вот такой краской. Помолю, конечно же, я красить потолки не буду. Видите, как хорошо. Интересно, сейчас просохнет. Краску убирать не буду. Вот еще внизу бы надо тут мне убрать. Но здесь все время вот дрова. Берешь, принесешь все равно там вниз. Ой, как у меня, конечно, моя мать, как она за печками всегда следила. Ой, как уж у нее было все идеально по поводу печек. Ох, там, ну не даром штукатур-маляр, да? Там уж все, там, не дай бог ты там колонешь нечаянно. У меня дрова не носила, поэтому я к печкам не топила их, поэтому я и не подходила к ним. Ну что, смотрите, да? Он уже более-менее, да? Да, уже беленькая. Вот еще сейчас тут бачок прокрашу. Вот такая густая, когда была, когда я красила печку-то на несколько раз. Я же на несколько раз ее красила. Ее не надо было сначала вот такой густой, сначала как побелила, да? Вот. Краска была такая жиденькая, как звездка, знаете, такая жидкая. Вот. Сейчас она, видите, какая густая. Вообще, я тоже раньше любила печечку там побелить, прибрать. Мне так нравилось. Вообще, люблю белые печки, белые. Ну, естественно, у кого кафель там был, да, тоже хотелось кафелем. Ну, кафелем обкладывать эту печку мы не будем. У нас пока не те, как говорится, затраты. Нам нравится здесь вот как такой деревенский, простенький домик. Вот такая, смотрите, печечка, да? Намолдый. Вот. Вот и все. Ну вот. Сейчас я кисточку ее сразу, эту кисточку, можно будет намыть. Окраску вон еще у меня там есть, смотрите, еще. У пол ведра. Так вот. Ну вот. И печечка топится. Тепло. И так-то тепло. Просто посуше будет. Все равно надо протапливать, друзья, печку. Немножечко, конечно, тут несколько штучек, пять, наверное, поленьев. Так, это я тут увеличила, потому что жарко. Такой огонек красивый. Друзья, смотрите, снимаю вам видео со второго этажа. Ну, комнату показывать не буду. Не особо тут прибрано у меня. Время сейчас три часа ночи. Не могу спать. Я уснула полдвенадцатого. Свет нам так и не дали. И проснулась где-то, наверное, в начале третьего. Не могу спать. Вы видите, что творится? Ветер. Шумит страшно. Там вот река. Поближе сейчас я ее. Да, конечно, и волна там. Ну, может, для кого-то кажется. Коля скажет, ой, это не волна. Но посмотрите, река как волнуется. Даже страшно подумать, что там вдалеке. За рекой. Вот, видите. Снимаю вам поближе. Вон как все шумит. Дача ходуном ходит, правда. Поближе сейчас я уберу здесь. Свет как падает. Вот так вот. Ветрище. Дом это тепло. И вот обращаю внимание, свое внимание на вот этот провод, который идет от столба. Надо срочно подрезать это дерево. Потому что вот такой сильный ветер может зацепиться за провода и все. Здесь провода-то все так натянуты, шутево, как будто этот столб уже у нас когда-то падал. Коля его делал за свой счет, этот столб. Вот такой у нас сегодня ураган, можно сказать. Лето, да. Смотрите, лето. И вот это началось со вчерашнего дня. Ветрище. Всю ночь. Я сегодня и Колю жду, и Тимку жду. Хоть бы свет дали. Свет дали буквально, ну не знаю, полминуты даже не прошло. Какая ветрища. Видите, что делается. А я здесь, думаю, зайду. Хоть, может, посмотрю интернет, как, чтобы ролик вам выгрузить. Но не знаю, что у меня тут получится. Не спится, друзья мои. Вот что такое, не спится и все. Может, действительно влияет так сильно ветер. Вот в камеру смотришь, вроде не так и... Жутко, что ли, да? Кажется, не такой и ветер сильный. Так посмотришь в окно. Слышите, как шумит. Очень сильно. Вообще, если честно, я такую погоду очень люблю. Почему? Нет. Люблю ее, когда я дома, естественно. Ветер такой, ураган зимой, метель. Прям все шумит, завывает. А зимой еще, когда ветер сильный в камине, прямо слышно. А так, выйдем на улицу, да? Или если кто-то там окажется, вот там далеко. Мы ездим с Колей туда, в протоке, на Кежму. Представляете, что там? Да, вот так вот. Такая погодка, друзья. Вот такая погода. Не знаю, днем успокоится или нет. Дождя-то особо нет. Вот чего, один ветрище. Дождя особо нет. Где тут, да? Что будет расти тут в открытом грунте в такую погоду? 21 июня сегодня. Вот по другую сторону вам тоже показываю. Здесь маленькое такое окошечко у меня. Здесь вот маленький холл. Ну, вот кто видел, я же показываю, да? Вот. Такой холл. Громкое такое название. Это лестница лежит. Здесь, вот, кстати, про какие лампы-то я поговорила. Вот такие лампы хочу поставить. Это здесь я уже, да, рассказывала, что это не течет потолок. Это раньше у них он тек. Потом вот это все переделано было. Все труба, кстати, резвая меня здесь переделала у Влада. С Владом вместе что-то тут делали. Так что здесь тоже ремонтик нужен. Но мы сейчас не об этом. Вот здесь вот я на это окошко ставлю. И здесь более-менее вводит интернет. Но это когда света нет. Когда нет свет, подключаешь усилители. И все здесь интернет, как и бывало. Представляете? Вон крыша нашей бани. Песок. Видите, как тут высоко. Вот такое ветрище. Вот оно. Вот что творится. Береза здесь. Кстати, вот здесь вот стеклопакет мы куплим у нас на вставлять. Будет уютнее теплее. И в комнатке вот тоже на мансарде. Сзади меня тоже там новый стеклопакет куплим. Да, нас пошел купали. Вот такое вот ветрище. Вот так вот. Здравствуйте, друзья. Вы на канале Уютное Чаепитие. С вами я, Ирина Резвая. Представляете? Уснула я где-то... Ну, вот я вам снимала ночью, да? Что у нас тут делается? Где-то часам к семи, наверное, я уснула. Причем кофе выпила у меня на чашке две. И проснулась уже в десять сама. И почувствовала себя вроде бы нормально, вроде бы и выспалась. Свету нет до сих пор. Время час дня. Оля позвонила Анатолию на 23-й. Говорит, Анатолий, у вас свет есть? Говорит, у нас есть. Ну, это тоже наше вот побережье. Наш этот конвейер. Я Михалычу позвонила. Вот здесь, да, Михалыч, Сосильный живут. У них тоже свету нет. Значит, где-то поближе. У нас авария какая-то произошла. Но вчера не было такого вот ветра сильного, чтобы, знаете, что... Как, например, ночью. Из-за чего авария произошла. Ну, может, где-то посильнее. Где-то столб какой-нибудь гнилой. Здесь же за этим островом уже никто не смотрит. Он никому не нужен. Никого не волнует. Понимаете, что здесь живут люди. Ну, ладно, дачники. Дачники – это всегда такой, знаете, отрезанный ломоть. Это сами справляйтесь, сами себе проводите. В общем... Ой, друзья, простите. Начала говорить. Как всегда. Как начинаю говорить, я начинаю... Дыхание перехватывает. И только потом я уже прихожу в себя. Ну, вот так получается. Простите меня, пожалуйста. Ну, короче, Михалыч позвонила. Тоже Свету нет. Я говорю, будет хоть Свет-то нет. С такой надеждой у него спрашиваю. Говорит, ремонтные работы проводятся. Я говорю, хоть не врут. Говорит, да нет. Позвонил. Говорит, там фирма. Ну, как официально работают люди. Но это организация тоже не этого левого... Ну, конвейерского берега, да. Все эти лесозаводы бывшие. А уже какой-то уже Приморский район. То есть им надо сюда приезжать на работу. Здесь они работают, потом снова уезжают. Вчера на какую-то даже полминутки, наверное, включили свет. Я же ноутбук привезла. И я его только-только хотела подключить к интернету. Что, сделать режим модема на телефоне. Все, и снова отключился. В общем, такие вот, друзья, дела. Мы сейчас с Колей поговорили. Он говорит, надо генератор покупать. Говорит, сейчас я посмотрю цены. Посмотрю, где можно купить. Насколько киловатт. Насколько это хватает. И надо приобретать. Потому что, если я здесь планирую находиться почти всегда. Я же не говорю, что я перееду с города. Но вы видели, да, что мы и зиму здесь ездим. И всю осень мы ездили до тех пор, пока... Мы ездим до тех пор, пока вообще ходит лодка, переправа. Потом ставят понтон. И мы всю зиму ездим. Только потом убирается этот понтон, что нам не переехать. И лодочки пока не ходят. Мы, в общем-то, делаем такую паузу. А так мы здесь всегда. Ну, вот, вроде, что вам не живется, да, в квартире, где все хорошо и все. Вроде не такие уж мы и дачники, что у нас здесь крутые посадки. Но вот все равно планируем. Раз мы планируем ездить. Раз мы планируем внуков брать. Вот сегодня тянулю жду. А света нет тоже, да. Вот и ветер такой сильный. И у Кати там план настроен. Мне-то ведь не жалко, ради бога. Пусть дитё едет. Но все равно без света не то. А с генератором уже сколько там... Он бензиновый, да, насколько хватает. Коля сейчас посмотрит. Я вообще не понимаю в этом совершенно ничего. Но генераторы, они спасают. Все равно электричество надо. Тот же интернет. Я вот на второй этаж захожу. И вот когда, например, у нас не включен усилитель интернета, там интернет берет лучше. Но как только, например, включается усилитель интернета, там уже хуже будет. Вот такая странная, да, особенность. Вроде бы чего? Ещё бы лучше должно. Нет. Здесь лучше загружается. А так как я всё-таки блогер, и я делаю видео, мне хочется видео выгружать каждый день. Разговаривать с вами, да, общаться. Друзья, уж там, неважно там, что я покажу. Может, я просто природу показываю. И может просто с вами поболтать. Мне всё равно его надо выгружать. Это вот я сейчас это видео дозаписываю. И пойду наверх поставлю телефон. И мне надо было периодически туда ходить. И, в общем-то, телефон... Смотреть, как у меня идёт загрузка. Это раз. Второе. Хорошо, что есть у меня вот этот повербанк. Когда идёт загрузка, видео на айфон вообще, он жрёт столько энергии. Вот купила этот айфон год назад, осенью, помните, да? Вот не этой осенью, а вот уже год назад. И... И чего? Купила для того, что... Ну, там камера хорошая. Действительно, вот я вот разговариваю с вами, редко я там звук прибавлю, да? Именно поэтому и идёшь, и стабилизатор такой хороший. Оно не дёргается. Ну, если вот идёшь спокойно, со штативом, нет вот этих дёрганий, как вот с этим телефоном. В общем, к чему говорю-то? Он жрёт больше электричества, больше зарядки он жрёт, вот, чем вот этот телефон. Ну, цынуля мне... Чё-то нажала ему нечаянно. Вот от него пришла, главное, пришло ватсап, эсэмэска, а я ему отправить уже не могу. В общем, вот здесь только ловит связь. Когда нет усилителя связи, вот здесь только разговариваю по громкой связи с Колей. В общем, сейчас посмотрит, сколько стоит он в Меге, сколько в Леруа. Нам-то, конечно, выгоднее в Меге, потому что у нас там есть скидочная карта, и, в общем-то, многое там можно приобрести, если есть, например, да? Вот если бы там были вот эти компостные ящики, например, то можно было бы там купить со скидкой. Но их там вот почему-то Мега такие не возит. Но это ладно, сейчас не об этом. Я просто тут говорю о том, что будем смотреть в Меге для начала. Колей сегодня после работы поедет, потом поедет в этот, в Леруа, если в Меге не будет, посмотрит, какие цены. И вот такой я хочу сделать себе подарок на день рождения, потому что это действительно будет подарок. Я вообще не планировала вот эту штуку покупать. Вообще. Но так как вот это происходит с такой периодичностью, да, то вещь такая необходимая для людей, кто здесь живет, кто приезжает надолго, то, конечно же, это надо. Ну, вроде что, перебьешься ты без этого телевизора. Да, без телевизора-то я перебьюсь. А вот телефоны зарядить, или видео выгрузить, конечно же, это все равно, да, я же вам говорила, что все равно, во-первых, ты вот дни пропускаешь, когда не выпускаешь видео, и уже что-то вот здесь вот скребет, да, ведь все равно есть люди, вы есть те, кто меня ждете и смотрите, а меня нет, меня нет, да, и уже спрашивает кто-то, да, что, Ира, а ты где? Я не скажу, что прям такой ажиотаж на меня, но все равно сообщение одно-другое придет. Куда пропали? Там, в общем-то, не хочется своим отсутствием огорчать своих зрителей, да, кто-то может действительно даже переживать, а куда они пропали, а что-то может быть там случилось. Поэтому это необходимая вещь. Это вот я вот так вам говорю, да, и себя немного уговариваю, что мне это действительно нужно. Вот проблему всегда можно, конечно же, решить. Что там говорить, да, главное, чтобы к этой проблеме не прибавилось еще проблем. В общем, плохо, друзья мои, без электричества, плохо. Уже что-то не то. Еще, понимаете, еще было бы солнышко, например, да, было бы на улице тепло, что-то можно было бы делать на улице, так не выйдешь ведь. Не выйдешь. Такая погода, что ветер, ветер-то бы, ладно, там хоть ты пойдешь, при ветре хоть грядку какую-то ты очистишь, например, или ты покосишь в тот же ветер, что у тебя ни комары, тут никто не тронет. Дело-то в том, что дождь, дождь идет, вот чего. В общем, у меня там суп поставлен, пачка, подождите, пожалуйста. Еще есть газ. Это вообще, конечно, газ, это, ну, просто клад в таких ситуациях. Печка с плиткой, да, если что-то приготовите, стопи печку, идите, пожалуйста, ты на печке можешь сварить. Вот так вот, друзья, такие дела. Сейчас поставила себе ковш воды, чтобы, еще кофейку выпью, наверное, хоть уже и день, я днем обычно кофе не люблю, но у меня сварено было так побольше. И вот такое сейчас желание выпить именно с молоком. Кстати, да, о кофе заговорила, вот, если, например, кофе пить, просто без сахара, я, например, не смогу. И даже если я его с конфеткой пью, не надо, чтобы она все равно чуть-чуть была подслащена. Я какое-то время пила кофе без сахара. А если, например, я в кофе добавляю молоко, а если, например, еще я добавляю молоко непростое, но вот, которое, ну, вот это вот 3,2 жирность, а вот есть еще в банках концентрированное, не сгущенное, концентрированное, знаете, особенно белорусское, очень вкусное молоко, то, а у меня не только белорусское, у меня еще какое-то там есть, то оно очень вкусное, и можно вообще без сахара кофе пить, если добавлять молоко. Но обычно с молоком, вот, я пью днем, днем, или вдруг что-то там заскок зайдет, захочется вечером выпить кофе, хотя, конечно, это редко бывает. Чаю зеленого можно было бы выпить, но лучше, думаю, сейчас кофейку выпью. Сегодня жду Тимулю, жду Кирюшу. Коля говорит, если я не успею справиться, сидела по магазинам, то приеду утром, и у нас, помните, друзья, я рассказывала, водонагреватель, мы же новый водонагреватель ставили буквально недавно, ну, прошло где-то, наверное, года, может, полтора, как-то год с небольшим, наверное, год с небольшим, и что-то там отключается, постоянно отключается, у нас стоят такие, эти, в коридоре такой ящик с такими клавишами, как же оно, в общем, если, например, пробки вырубают, вот, если, например, что-то случается, где-то что-то замыкает, сразу раз, там вырубается, у нас выведено, например, написано титан, потом кухонная плита, спальня, там еще что-то, очень много, это прежнему хозяину еще было сделано, и вырубает все время титан, вырубает, и все. Коля посмотрел, пришлось, говорит, воду слить, посмотрел, открыл, и, говорит, это шла течь, вот сейчас вынул тен, пойдет его там, ну, на работе ребятам-электрикам даст, прозвонят его там, посмотрят, может, что-то с теном, а какую-то еще штуку электрическую им понес, вот они ее прозвонят, узнают, что-то может сломалось, под гарантию, бесполезно, друзья. Газ проверила, у меня там, говорю, ковшик с водой поставлен, вот, под гарантию бесполезно, потому что все равно что-то найдется, какой-нибудь негарантийный случай, поэтому, я говорю, нафиг надо, пока мы эту гарантию, пока мы его вызовем, пока нам эту по гарантии сделают, где еще специалиста по термексу найти с этой гарантией, это надо его снимать, ввести куда-то, говорю, не-не-не, это все вот это настолько хлопотно, то, вот, лучше, говорю, не связываться, вот, например, я вам говорила по хайрам, да, вот, по технике хайр, здесь в Архангельске есть специалисты, которые ремонтируют, именно по, есть центры, которые ремонтируют по гарантии, и, по-моему, я вам рассказывала про Катину стиральную машину, все-таки нам удалось вызвать мастера, мастер сказал сначала, какие сделать манипуляции, возможно, говорит, не, не надо будет ехать, что-то там надо проверить, и когда Коля проверил, мы ему позвонили, сказали, там, в общем, течет, не шланги, а что-то там внутри, Коля ему объяснил, и он сразу понял, в чем дело, и сказал, да, это, ну, обычно под гарантию не подходит манжета к стиральной машине и шланги, но, говорит, здесь такое, здесь именно гарантийный случай, но, говорит, если я там, где-то там далеко, я найду какую-нибудь зубочистку, то это уже будет не гарантийный случай, и за вызов вам придется заплатить, Катя говорит, ради бога, только приедьте, сделайте, вот, и приехал мастер, и как раз там Коля-то был у Кати, дома, и мастер нашел, представляете, не зубочистку, а саморез, ну, все сфотографировал, показал, видимо, еще что-то при ремонте, делалось, может, какой-то саморезик попал куда-то в карман, и вот, этим саморезом, продавил там какую-то трубу, трубку, и, в общем-то, вода и текла, но, заказали, эту штуку заказали, все это, естественно, будет платно, так как мне подходит, это наша вина, не подходит под гарантию, ну, по крайней мере, хоть сделают, хоть эта проблема устранится, и у дочери снова будет работать машинка, вот, если бы, например, там не нашлось бы чего-то, чтобы что-то стерлось, может быть, то, конечно, это подходило бы под гарантию, ну, а вот с нашим водонагревателем, термексом, там они могут придумать кучу всего, что не подойдет под гарантию, где-то потекло, где-то там еще что-то, вы неправильно повесили, вы там что-то нарушили, короче, это трындец, если бы, например, у нас был бы тоже центр под термексу, кто мог бы приехать по гарантии, а то ведь его надо снимать, его ведь надо везти, его надо еще что-то, ой, не-не-не-не-не, возможно, я не права, но это такой, блин, а потом еще скажут, не подходит, так что, в общем, еще и у нас и водонагреватель, трындец опять, блин, нафиг надо, да? Блин, да что ж такое-то вообще? Вечно что-нибудь. Машинка тоже все время выдавала стиральную ошибку Е4. Е4 это забор воды, но у меня еще, например, Е4 машинка выдавала, когда внизу есть засор. Прошлую неделю Коля до того добился с этой машинкой и все ее прочистил, кстати, там все время что-то собирается, вроде карманы ты уберешь из карманов все, вроде вычистишь все, но все равно, в общем, вынул засоры, которые были. Шланги все прочистил, ну все, все, что можно было сделать, фильтры прочистил от воды. Нет, все равно выдает эту ошибку, и вот когда нас вот судьба свела, вот с этим мастером, да, вот у Кати как раз машинка-то сломалась, он Коле сказал, друзья, если у вас какая, вот я вам сейчас просто даю информацию, которая может оказаться важной, если у вас машина Хайер, именно про Хайер говорю, у вас идет соединение, например, вот у нас надо в сливной, в этот сифон, или как там под раковиной стоит, Коля его соединил, еще эти два шланга соединил, правильно, но если у вас этот шланг лежит на полу, а потом, например, там подымается куда-то его, чтобы для слива, да, проверьте, чтобы слив, вот этот шланг, он был, как бы на весу, чтобы он, он и так у нас сливал, насколько эта машина стоит в туалете, наверное, уже года тоже полтора, мы ее в ванную комнату перенесли, ну, в общем, и у нас вот этот слив шел по полу, и все сливалось, мастер говорит Коле, говорит, проверьте, говорит, на каком уровне у вас сливной шланг, Коля говорит, да мы уж сколько пользуемся-то, говорит, все время прекрасно все сливалось, он говорит, нет, сначала, говорит, все прекрасно сливается, потом шланги засоряются, вот таким образом, и машина все время будет выдавать ошибку Е4, вот хорошо мастер, он не приезжая, ничего не делая, да, он нам сразу указал, какая может быть ошибка, говорит, попробуйте, уж если после этого что-то будет, значит, что-то уже с самой машинкой случилось, приеду, сделаю все, как говорится, все за ваши деньги, тем более у нас уже под гарантию, это она не подходит, в общем, Коля пришел, значит, у него мало того, что у него все уже шланги, все было прочищено, он приподнял этот шланг, мне уже даже по видео показал, и действительно все, машинка стирает прекрасно, вот видите, да, вот какие иногда бывают советы, а тут бьешься, 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 в общем, вот так вот, ну, слава Богу, хоть мы избавились от проблемы, что машина не стирала, потому что стирает, то не стирает, то стирает, да, етишкин жизнь, мы уже думали, либо напор маленький, уже у нас есть специальный такой, стоит моторчик, чтобы увеличивать напор воды, потому что раньше в этих домах не было напора вообще, а сейчас, кстати, последнее время, напор сильный, прям включаешь, он, фух, хорошо так вода идет, прекрасно, раньше такого не было, и все ставили вот такие моторчики, и о таком моторчике я тоже узнала, когда походила вот по деревянным домам, по счетчикам, я говорю, что у вас такое тут стоит, люди, конечно, с неохотой, кто-то боялся об этом говорить, но вы, говорит, не расскажете никому, я говорю, а что тут рассказывать-то, все ставят, спасибо, что подсказали, у нас оказывается, потом выяснилось, у соседа стоит, и вот там стоит, и вот сам стоит, они включают моторчик, потому что каждому хочется иметь напор воды, насос такой, и вода течет, а сейчас моторчик этот не включали, уже, наверное, наверное, год, у нас напор воды такой хороший, а в этот раз, я говорю, Коль, может, тут ремонтные работы были, может, еще что-то включай, нет, ошибка, и все, ну вот, спасибо, мастер подсказал нам решение, ладно, друзья мои, что, сейчас попытаюсь я вот это видео вам выгрузить, такую нашу болталку, и буду я ждать, не знаю, ну, Коль позвонит мне вечером, чего ждать, не сегодня их, не ждать, время сейчас 13.24, да, 13.24, очень надеюсь, что сделают свет, потому что у меня уже от повербанка зарядки осталось совсем много, такие дела, и я останусь без связи, без всего, телефон сядет, трындец, последний раз, например, света здесь не было почти трое суток, буквально недавно, по-любому генератор надо брать, по-любому, ну, ладно, конечно, очень много хочется сказать, да, что здесь забытый край, люди еще живут, на 14-м живут, на 23-м живут, на 25-м, или я как-то путаю тот или другой берег, ну, это бывшие лесозаводы, то есть по всей вот этой протяженности, да, вот этого берега, конвейера, как он называется, везде люди живут, везде есть и дома, многоквартирные дома, и частные дома, и дачи, и, конечно же, про дороги вообще страшно вообще говорить, а про свет, ну, это уж совсем, ну, современный мир, что ж такое-то, да, ну, забыла правительство совсем, несколько лет назад тут кто-то из правительства орал, грозил, дороги сделаем, все будет у вас тут, все пучком, ничего тут нет, это какой-то ужас, в общем, вот так вот, а люди строят здесь все равно дачи, уезжают, потому что здесь хорошо, здесь чистый воздух, здесь воздух морской, именно вот с белого моря воздух, астматиком очень хорошо этот воздух, я, например, чувствую себя здесь легче, но у меня почему-то, здесь почаще бывают головные боли, таких болей-то как нету, а вот почаще головная боль, не знаю почему, может, не просто так кажется, может, просто давление, да, все-таки возраст, извините, друзья, ой, ну все, давайте, заболталась, может, еще что-нибудь потом напишу, вот сначала выгружу это видео, потом еще что-нибудь запишу, так вот,